Рубка постнауки Добрый вечер! Есть много известных, достоверных фактов. Вот сегодня будем разбираться с этим вопросом. Как всегда, мы напомним вам, что ждём ваших вопросов по теме нашего разговора. Мы обязательно зададим эти вопросы в конце эфира. Ну а вопросы с донатом мы задаём вне очереди. Также не забывайте ставить лайки, чтобы YouTube понимал, что вам всё нравится и показывал нам вас в выдаче. Если не нравится, ставьте дизлайки. Я вижу, что в чате спрашивают, можно ли поставить тестовый дизлайк. Тестовый можно, можно даже искренне, но мы надеемся, что лайков сегодня всё-таки будет больше. Также не забывайте подписываться на наш канал и отправляйте ссылку тем, кому эта тема также может быть интересна. Суступительной частью закончили и перейдём уже к основным вопросам. Ростислав Исаакович, скажите, пожалуйста, что такое вообще поведенческая экономика? И если есть поведенческая, то какая есть ещё? Ну, есть традиционная, ортодоксальная, неоклассическая экономическая теория. А поведенческая или бехевиористская экономика возникла как критика этого традиционного ортодоксального подхода. Сама по себе поведенческая экономика возникла, ну, относительно недавно. Ключевые работы по ней появились в конце 70-х годов, в 80-е годы она так становилась, уже в 90-е годы она была признана и стала частью мейнстрима, то есть основного направления экономической науки. Стали издаваться и базовые, и продвинутые учебники по поведенческой экономике, все уважающие себя университеты стали обязательно включать курс поведенческой экономики в свою программу, а где-то, начиная с нулевых годов, поведенческие экономисты не стали замыкаться на чисто аналитических вопросах, но стали переходить к вопросам нормативного порядка. Они начали советовать государству, что и как делать, как можно улучшать жизнь людей, и государства, политические деятели оказались очень отзывчивы, они стали прислушиваться к поведенческим экономистам и быстро-быстро создавать различные государственные структуры, которые бы занимались поведенческим улучшением жизни людей. Ну, первым, кто вступил на эту стезю, был бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, за ним последовал Барак Обама. Они создали специальные структуры при правительствах, которые бы разрабатывали поведенческие методы влияния на экономику и вообще на жизнь людей, и это стало множиться, множиться, расширяться, расширяться. И по состоянию только на 2017 год в разных странах существовало свыше 200 различных правительственных подразделений, которые занимались разработкой и осуществлением поведенческой политики. Понятно, что это не значит, что столько стран ее приняли на вооружение, потому что внутри одной страны может быть много разных подразделений на федеральном уровне, на штатном уровне, на местном уровне. Но, тем не менее, это получилось мощное направление, которое во многом обогатило, изменило вообще программу и направление государственного вмешательства в экономике. Многие вещи стали восприниматься иначе, чем это было раньше. Я боюсь, что я слишком быстро перешел от аналитических аспектов поведенческой экономики к нормативным, но, тем не менее, я сразу хочу сказать, что лично меня больше интересуют именно вторые, а не первые, потому что я не являюсь практикующим поведенческим экономистом. Но я вас все-таки верну на шаг назад и спрошу, вы сказали про критику уже существующей экономики, за что ее следовало критиковать? Поведенческая экономика возникла на стыке психологии и экономики. Дело в том, что экономическая теория в течение многих десятилетий, многих этапов своего развития пыталась как можно больше отстраниться от любых психологических представлений, идей и так далее. Она объективная наука. Наверное, мне стоит здесь сказать, что поведенческая экономика во многом изменила облик современной экономической теории еще и потому, что экономическая наука традиционно страдала комплексом неполноценности по отношению к точным, естественным наукам. Настоящая наука какая? Экспериментальная? А экономическая теория долгое время экспериментальной не была. И вот поведенческая экономика, не только она, она помогла экономистам изжить этот комплекс неполноценности. Она сделала экономическую науку во многом экспериментальной и исследования стали строиться примерно по тому же алгоритму, что и в естественных науках. Мы планируем эксперимент, мы его проводим, мы описываем результаты, мы повторяем, проверяем. То есть, вот примерно так. И уже упоминание только об этом говорит, почему с методологической точки зрения поведенческим экономистам не нравилась предыдущая традиционная ортодоксальная теория. Потому что она была не экспериментальной. Но это с точки зрения методов исследования, с точки зрения содержательной, с точки зрения содержательной, главным объектом критики поведенческих экономистов оказался поведенческий фундамент традиционной ортодоксальной науки. Этот фундамент, метафорически выражаясь, связан с персонажем по имени Homo economicus. Это абсолютно рациональное существо, обладающее неограниченными счётными возможностями, обладающее абсолютно полной информацией, не страдающее никогда от недостатка воли. Если Homo economicus решил, что данное решение для него лучшее, он его и примет. Не может быть зазором между планированием и принятием реального решения. И на этом поведенческом фундаменте строилась традиционная наука в течение многих десятилетий. Значит, здесь можно сказать, ну что, ну разве реальные люди похожи на такое сверхсущество, но я хочу сказать в защиту традиционной экономики, что традиционная экономическая наука никогда не занималась изучением поведения индивидов, отдельных людей. Она занималась изучением массовидного, некого группового поведения. И в этом смысле это была просто некая условность, удобное средство анализа. И под это я имею в виду модель рационального Homo economicus. И это позволяло действительно анализировать и успешно огромный массив рыночных феноменов. И экономисты традиционно, исходно, они не пытались сказать, что реальные люди ведут себя в своей жизни так, как предполагает модель рационального Homo economicus. Они говорили, что в среднем, когда ошибки взаимопогашаются, то в среднем получается примерно такое поведение. И еще раз повторяю, они относили эти представления не к поведению отдельных людей, а к поведению определенных групп людей, поставленных в определенные институциональные условия. Но с определенного момента экономисты сначала не поведенчески, а потом поведенчески стали интересоваться поведением отдельного человека. И здесь уже стало совершенно очевидно, что вот эта традиционная модель Homo economicus, который обладает абсолютно всей информацией, он обладает бесконечными счетными способностями, он никогда не допускает никаких несостыковок в своем поведении. И, что это к реальным людям, на реальных людей это ложится, мягко говоря, плоховато. И, собственно, вот в этот зазор и стала входить поведенческая экономика, и ее фронтальная атака была направлена именно на модель рационального Homo economicus. Когда вы смотрите, я долго могу держать монолог, поэтому когда вам или зрителям становится скучно, вы, пожалуйста, вторгайтесь, меня перебивайте и направляйте в нужное русло, потому что я веду себя не как рациональный Homo economicus. Вот поэтому хочется уточнить, что поведенческие экономисты, получается, сказали, что человек ограничен иррационален или даже иррационален. А можно подробнее об этом? То есть, что это означает? Ну, это означает много чего. Это первый и наиболее общий ответ. Но для того, чтобы ответить, что значит нерациональный, и что значит тем более иррациональный, а это более сильное утверждение, все-таки нужно сначала договориться о том, что мы понимаем под рациональностью. Верно. Что под рациональностью, под рациональным поведением, под рациональной теорией выбора подразумевает и подразумевала традиционная экономическая теория? Ну, я, естественно, буду говорить очень схематично. Модель человека, как она выстроилась в экономической теории, она содержала в себе два основных блока. Первый блок – это предпочтение. Это кому что нравится, что нравится больше, что нравится меньше. То есть, предпочтение, это, считайте, это синоним понятия вкусы. Значит, что такое рациональная структура предпочтений? В принципе, определение рациональности в экономической науке, оно чисто формальное, оно не содержательное. Ваши цели могут быть абсолютно любыми. Вы можете любить наркотики, вы можете любить пьянство. Это экономическая наука не имеет ничего сказать и обозвать это нерациональным поведением. Потому что это был бы разговор с точки зрения целей. Формальное определение рациональности означает, что ваши предпочтения, независимо, к чему вы стремитесь, ваши предпочтения взаимонепротиворечивы. Они чётко структурированы. И в этом смысле вы, следуя своим предпочтениям, не можете делать одно, а потом делать что-то совершенно другое, потому что вас, ваши предпочтения тянут в разные стороны. Значит, и в экономической теории долгое время разрабатывались формальные признаки, каким должна отвечать структура предпочтений, чтобы поведение человека могло считаться рациональным. Ну, ваши предпочтения должны быть полными. Не может быть какого-то объекта, про который вы сказали бы, он мне нравится больше, не могли сказать. Он мне нравится больше или меньше, чем другие. У вас по любому объекту потребления есть своё мнение, есть своя оценка. Это первое. Во-вторых, они, и здесь я прошу прощения у зрителей, но мне придётся иногда пользоваться терминами, которые не всем знакомы. Второе требование – ваши предпочтения не должны быть транзитивными. Что значит транзитивные? Ну, говоря русским языком, они не должны быть круговыми, они не должны быть кольцевыми. Вот пример транзитивных предпочтений. Ну, чтобы не показывать на вас, я покажу на себя. Мне апельсин нравится больше, чем яблоко, банан нравится больше, чем апельсин, а яблоко нравится больше банана. В результате у меня получилась вот такая замкнутая структура, и в результате которой, во-первых, если мне предъявить все этих три фрукта одновременно, я впаду в ступор. Я не буду знать, что выбрать. А хуже того, здесь может возникнуть эффект, который в экономических исследованиях называется денежный насос. Представим себе, вы со мной меняетесь. Вы, у вас есть апельсин, у меня есть яблоко. Поскольку апельсин, мне нравится больше яблока, я буду готов отдать вам яблоко с небольшой доплатой за апельсин. Я получу апельсин, но у вас есть также банан, вы предлагаете мне обменяться, я буду готов обменяться, потому что банан мне нравится больше апельсина, опять-таки с некоторой доплатой. Значит, в результате у меня банан, но у вас-то есть ещё яблоко. Вы снова мне предлагаете обменяться, и для того, чтобы получить яблоко, которое нравится мне больше, чем банан, я опять вам доплачу какую-то сумму. И если вот так вот долго ходить по кругу, в конце концов, вы выкачаете из меня все деньги. И вот этот условный пример показывает, почему транзитивные кольцевые предпочтения, они нерациональны. И третье важнейшее требование, формальные условия, ваши предпочтения должны быть независимы от контекста. Вот представим себе ситуацию. Опять-таки, я могу долго держать монолог, вы это как бы имеете в виду. Значит, вот я, представим себе, теперь уже я себя перейду, например, на вас. Хорошо. Хорошо. Значит, я достаю сначала бутылку водки, а потом бутылку коньяка. И предлагаю вам выбрать. Вы выбираете бутылку водки. Потом я сначала достаю бутылку коньяка, а потом бутылку водки. Вы выбираете бутылку коньяка. То есть, в зависимости от того, в какой последовательности, в каком порядке я выставляю эти бутылки алкоголя, вы предпочитаете то одно, то другое. Но порядок предъявления вам бутылок, он совершенно незначим с точки зрения вашего счастья, благополучия, удовольствия и удовлетворения. В результате это означает, что ваши предпочтения зависят от незначимых характеристик контекста. В данном случае от того, в какой последовательности я достаю эти бутылки. Это ещё одно важнейшее условие, требование, чтобы считать ваши предпочтения рациональными. Вот если они не зависят от контекста, в какой бы последовательности я не доставал, вы выбираете что-то одно, например, коньяк. Значит, у вас есть сформировавшиеся и упорядоченные предпочтения относительно двух этих предметов. Это если говорить о том, что значит в первом приближении рациональная структура предпочтений. Какая структура предпочтений имеет право называться рациональной? Но я вернусь назад. Я сказал, что в модели человека, который использует экономическая теория, там есть два ключевых блока. Первое – это предпочтение, а второе – это представление, это то, как мы думаем, устроен мир. И если мир устроен вероятностно, то есть какие-то события происходят с некоторой вероятностью, они не жёстко заданы, то здесь в права вступает теория ожидаемой полезности, и вы выбираете то, что для вас лучше с учётом вероятности тех или иных событий. Например, я предлагаю вам сделать выбор. Вы либо получаете от меня 100 долларов с вероятностью единица, то есть 100%, либо 500 долларов с вероятностью 30%. Рациональный человек сделает выбор в пользу второй опции, потому что если мы умножим 500 на вероятность 0,3, мы получим ожидаемый выигрыш 150 долларов, который выше выигрыша 100 долларов. Это если вы нейтральны к риску. Поэтому по этому блоку рациональность предполагает, что вы можете оперировать простейшими операциями с теорией вероятности. Вы не делаете грубых ошибок. Я просто не чувствую время, поэтому я мог бы предложить некий такой вот условный, но он абсолютно классический, абсолютно знаменитый пример, который разработали, мы же не сказали, кто отцы-основатели поведенческой экономики, ай-яй-яй. Ну, это психологи Даниэль Каннеман и Амос Тверский и экономист Ричард Таллер. Собственно, они вот такие титаны, на плечах которых стоит современная поведенческая экономика, и надо сказать, что символом признания поведенческой экономики стало присуждение Нобелевских премий сначала Каннеману, а потом и Тверский. Я вот вас перебью на секунду, для наших зрителей поясню, что вот сейчас как раз мы объяснили, что как ведёт себя рациональный экономический агент, но в противовес этому поведенческие экономисты нам говорят, что… Что они проводят различные наблюдения, они ставят различные эксперименты и в лабораторных, и в полевых условиях, и они обнаруживают, что реальные люди ведут себя совершенно не так. Вот есть знаменитая книга «Надж» или «Подталкивание» того же Тверски и американского юриста-экономиста Санстейна, и они начинают с того, что вот экономическая наука традиционная видит в людей эконов, которые ну вот абсолютно рационально работают, как счётная машина, и никогда не ошибаются. А на самом деле люди – это хуманы, они там обшибаются, здесь у них слабость воли. Вот человек пообещал себе, что с Нового года он займётся фитнесом, и не выполняет этого обещания. Он говорит, что с Нового года я сяду на диету, и настал Новый год, он продолжает питаться в фастфудах, и так далее и тому подобное. И вот, понимаете, хотя я несколько забежал вперёд, но это иллюстрация простейшая непоследовательности, несогласованности предпочтений. Вы за полгода до Нового года делаете один выбор, а когда приходит время этот выбор реализовать, вы принимаете обратное решение. Вы пересматриваете свои планы. Ну, и вот таких случаев, когда люди ведут себя не так, как иконы, а так, как хуманы, вот поведенческие экономисты просто коллекционируют эти случаи. Ещё там лет 15 назад таких поведенческих аномалий насчитывалось, допустим, штук 50, а сейчас много-много сотен. И список этих вот аномалий, когда в экспериментах люди отклоняются от того поведения, которое предписывает модель рационального выбора, их число всё множится, множится и множится. Ну, вот кажется, что это противостояние, оно немножечко надуманное, потому что, очевидно, действительно, вот как вы сказали, экономика раньше просто не рассматривала индивида, а начала его рассматривать именно с появлением поведенческой экономики. А как тогда поведенческая экономика рассматривает людей анмаз, скажем так? Дело в том, что если у вас анмаз все нерациональные, то и анмаз будет тоже… Это же полная анархия, и мы ничего не можем предсказать. Нет, давайте тогда я сделаю ещё одну важную оговорку, важное пояснение. Дело не только в том, что люди ошибаются. То, что люди ошибаются, это понятно, и это не подлежит вообще никакому сомнению. С точки зрения поведенческих экономистов, с точки зрения бихевиористов, люди ошибаются систематически и предсказуемо. Если мы увидели, что в данном контексте человек сделал нерациональный выбор, мы предсказываем, что в следующий раз, когда сложатся те же самые условия, он опять совершит ту же самую ошибку. И книга одного из самых известных поведенческих экономистов Дана Ариэля, она так и называлась – «predictably irrational». То есть, мы не просто нерациональны, а мы предсказуемо нерациональны с точки зрения некого наблюдателя, с точки зрения поведенческого экономиста, который видит нас и может сравнивать наше поведение с неким нормативным идеалом. А вот нормативный идеал – это… Я, наверное, всё-таки очень сильно скачу от темы к теме. Но поразительная вещь, что поведенческая экономика отвергает традиционную модель homo economicus, вот этого сверхрационального, гиперрационального существа в качестве адекватной, дескриптивной, объяснительной теории. Эта модель не может объяснять с их точки зрения то, как люди себя в реальной жизни ведут. Но она сохраняет эту самую модель в качестве нормативного идеала. То, что люди ведут себя не так, как homo economicus рациональный, это плохо. Поэтому задача, которую ставят перед собой поведенческие экономисты – придумать такие способы, такие методы, как бы приблизить поведение реальных людей к абсолютно рациональному поведению, то есть к поведению того самого homo economicus. И здесь есть, понимаете, здесь есть интеллектуальное сальто. Потому что сначала нам рассказывают, насколько хуманы, ну вот они, ну мы знаем, ну вот по жизни мы с ними знакомы, а иконы – это какая-то вообще схема. А потом нам рассказывают о том, что внутри каждого хумана сидит где-то внутри экон, и задача нас, поведенческих экономистов, государства – сделать так, чтобы хуманы начали себя вести как эконы. И чем больше они приблизятся к этому абсолютно рациональному поведению, тем лучше прежде всего для них. Но при этом можно сказать, что у бизнеса, например, у корпораций совершенно другая задача – это достать из каждого хумана побольше хумана. Видите ли, в чем дело? Вы, с моей точки зрения, недооцениваете возможности рынка. Представим себе, что есть некая корпорация, которая хочет по максимуму эксплуатировать эксплуатировать поведенческие ошибки, ну, некую поведенческую ошибку людей, некую поведенческую аномалию. Но это не значит, что рядом не появится другой компания, которая будет сообщать потребителям, что их эксплуатируют, и предлагать некие, ну, альтернативные благо, альтернативные услуги без эксплуатации этой аномалии. В том-то всё и дело, что, ну, я понимаю, я уже понял, что это судьба, что, как бы, нам придётся перепрыгивать с предмета на предмет, но я хочу сказать, что в том-то всё и дело, что, как бы, эффективно работающий рынок, он является контрольным механизмом, он является механизмом по исправлению этих аномалий, и он, ну, если он жёстко работает, то конкуренция отсеивает, например, тех предпринимателей, которые сами по себе допускают такого рода ошибки, которые ведут себя совсем нерационально. Вот. Просто они будут проигрывать в погоне за прибылью. Их будут вытеснять с рынка те компании, которые страдают меньшим количеством когнитивных ошибок. Но при этом есть целые отрасли, такие как там маркетинг, пиар и прочие, которые, ну, напрямую направлены, кажется, на то, чтобы усыпить бдительность икона. Во-первых, между ними тоже существует конкуренция. Среди различными маркетинговыми фирмами, среди разных маркетинговых стратегий тоже есть конкуренция, это раз. А во-вторых, вы исходите неявно из очень сильной предпосылки. Вы исходите из предпосылки, что все эти люди, которые занимаются маркетингом, они на самом деле хотят ввести потребителей в заблуждение, а не дать им информацию. Это вопрос эмпирический. И на самом деле в реальной жизни всё это переплетено очень сильно и сложно, и какого-то априорного, однозначного ответа дать на вопрос, чем занимаются реклама и маркетинг, нельзя. Хотя, конечно, это есть. Например, один мой знакомый экономист в Петербурге, он занимается составлением бизнес-плана для банков. Он сказал, что сейчас вообще ни один бизнес-план не возьмут, если ты там не укажешь, что ты предлагаешь какую-то поведенческую стратегию. Поэтому независимо от того, что, от содержания этих планов, они обязательно говорят, а вот ещё с точки зрения поведенческих стратегий мы предлагаем то-то, то-то. Конечно, но это длинный разговор, но и даже это не обязательно следует трактовать как стопроцентное нерациональное поведение. А можно я у вас спрошу, если поведенческие экономисты стремятся людей приблизить к этому нормативному, рациональному стандарту, мне кажется, для этого нужно понимать причины и рациональности людей. Понятно ли причины? Или хотя бы есть ли какие-то ветви, в которых объясняется, что вот есть когнитивные ошибки, есть какие-то ещё моменты? Ну, это вы задали достаточно сложный вопрос. Вообще поведенческие экономисты не очень любят объяснять механизмы происхождения тех или иных ошибок. Они предпочитают просто регистрировать эти ошибки, указывать на них пальцем и говорить, люди-то, ну, они, как себя ведут, да. Но при этом это не значит, что они отказываются придумывать какие-то механизмы. Но они, как правило, это делают так. Это может быть связано с этим, это может быть связано с этим, с этим, с этим и с этим. Вот некий набор механизмов. Но, а для того, чтобы исправлять поведенческие ошибки людей, они предлагают политику наджа подталкивания. Наджа – это по-английски подталкивание. И в бестселлере Таллера и Санстайна это слово вынесено в заголовок. Надж – подталкивание. Я вам приведу пример конкретной политики наджа, он не очень гигиенический, но с него начинается книга Таллера и Санстайна, поэтому из песни слов не выкинешь. Значит, известно, что в мужских туалетах в районе пессуаров обычно очень грязно и мокро, потому что мужчины имеют свойство промахиваться. Значит, в амстерданском аэропорту Скип-Холл придумали помещать в центре пессуара изображение мухи, и якобы в результате этого всё стало гораздо чище, гигиеничнее и суше. Вот это, можно сказать, эпиграф, это архетип вмешательства по типу наджа, по типу подталкивания. Почему? Потому что в отличие от традиционных типов государственных интервенций, здесь издержки и выгоды не меняются, здесь нет никаких стимулов. Никто не берёт штраф с мужиков, никто им не платит премий, никто не делает каких-то запретов и так далее. А они подталкиваются к нужному поведению чисто подсознательно, минуя разум человека и минуя подсчёт выгод и издержек. И в этом принципиальное расхождение в нормативном смысле, в политическом смысле между традиционной экономической теорией и поведенческой экономикой. Потому что традиционная экономическая теория, она советовала государству менять стимулы, менять выгоды и издержки. давать субсидии за правильное поведение, либо штрафовать за неправильное поведение и так далее. А поведенческая экономика ничего такого не предлагает. Стимулы остаются абсолютно теми же самыми. Но поскольку люди нерациональные существа, они реагируют на совершенно незначимые вещи, незначимые с точки зрения их благосостояния, то таким образом, воздействовав на эти точки, мы можем изменить поведение человека, и он даже сам этого не заметит. Это действует помимо его сознания. Приведу другой пример, может быть, менее экзотический. В некоторых странах, там, где дорожное полотно идёт серпантином, применяется следующее средство. Понятно, что применяться оно стало до появления политики. Надо же, но оно туда вписывается. Значит, при приближении вот к этим опасным серпантинным участкам, поперёк дорожного полотна рисуется белая полоса. Сначала расстояние между этими полосами, допустим, один километр. Потом 900 метров, потом 800 метров, потом 700 метров. Эти полосы начинают мелькать в глазах водителя всё чаще и чаще. Ему кажется, что он развил слишком большую скорость, и он её сбрасывает чисто интуитивно. Он не думает о том, что вот действительно участок опасный, я могу сорваться. Он реагирует на, казалось бы, чисто внешние, незначимые для него раздражители. И его поведение становится более рациональным, оно становится менее рисковым. Но при этом человек, который как бы должен сам осознавать опасность быстрого вождения на серпантине, он не задумывается в этот момент о том, что он должен был бы, может быть, сам это сделать без полос. А понимаете, в чём дело, с точки зрения поведенческих экономистов нельзя сказать, что все люди всегда и всюду ошибаются. Всегда есть какая-то группа рациональных индивидов, которые ведут себя, то есть у них есть некие структурированные предпочтения, и они ведут в соответствии с ними себя всегда и везде, они не поддаются на эти штучки. А их поведение не зависит от характеристик контекста. Вот помните, я приводил пример с бутылкой коньяка. Хоть в какой последовательности вытаскиваю, они всё равно выбирают что-то одно, то, что им больше по душе. В отличие от людей, которые лишены рациональных предпочтений, которые в зависимости от того, что первым я выну из-под стола, они то и возьмут. Поэтому есть, с одной стороны, люди, и проблема состоит в том, чтобы замерить, каков процент, какова доля людей, которые ведут себя нерационально, которые подвержены вот этим самым поведенческим аномалиям. И с учётом этого поведенческими экономистами вот свою политическую стратегию, свою политическую программу, они называют по-разному, но самое популярное обозначение – это либертарианский патернализм. Ну, я, видимо, во-первых, я могу вам дать слово, это первое. Во-вторых, я могу начать объяснять обе составляющих этого понятия, почему они так себя называют. Да, хочется, чтобы вы это объяснили, но я просто ещё хочу поспрашивать про вот этих нерациональных людей, потому что хотят определить процент нерациональных людей, но кажется, что если уже появились какие-то государственные или околгосударственные структуры, которые этим наджингом занимаются уже как политикой, то кажется, что уже определено, что процент этих людей, он достаточно велик. Получается, что государству намного выгоднее использовать наджинг, а не классические вот эти методы кнута и пряника? Ну, как вам сказать, во-первых, сторонники поведенческой экономики отнюдь не сторонятся кнута и пряника, а с удовольствием их используют. А кнут тоже завалированный такой. Ну, просто как бы постепенно вот так вот, начиная с самых мягких мер и кончая самыми твёрдыми. Но я, наверное, сейчас отойду в сторону, я буду отвечать на поставленный мной самим вопрос, и в конце концов, я надеюсь, мы придём к ответу на ваш вопрос. Хорошо. Во-первых, что такое патернализм? Вот если бы я вас спросил, что такое патернализм, что бы вы сказали? Это снисходительно-покровительственное отношение. Ну, какое-то менторство, да. Ну, хорошо. Значит. Опека. Или… Ну, опека – это, по существу, вы просто предложили мне некий синоним. Да, верно. Или это может быть ещё защита. Это может быть защита, но не всякая защита является патернализмом. Значит, понятно, что в корне этого слова, слово латинское pater, то есть отец. То есть мы и, как бы, ну, таким хрестоматийным образцом патернализма – это отношение взрослых людей к детям. Дети недостаточно рациональны, они не взрослые. Они не знают своего собственного блага. Это ключевой момент. Таким образом, патернализм исходит из того, что я ограничиваю поведение какого-то человека, я его так или иначе, там, я не знаю, наказываю, подталкиваю в его же собственном благе, в его же собственных интересах. Предполагается, что человек не знает своего блага, а некая внешняя инстанция её знает. Поэтому такой твёрдый, жёсткий патернализм – это, по существу, достояние неких прошлых веков. Тот патернализм носил преимущественно религиозный или моралистический характер. Я знаю, я, например, проповедник, мне от Бога известно, что пить, курить – это ужасно, и что человек, который этим занимается, он просто обрекает себя на муки ада. Он не заботится о спасении своей души, поэтому я запрещаю ему пить, курить или делать что-то другое, независимо от того, какое удовлетворение он от этих видов деятельности получает. Может, ему это жутко нравится, это не имеет значения, потому что я лучше его знаю, в чём состоит его благо. Таким образом, патернализм – это когда я ограничиваю ваше поведение в вашем же собственном благе, потому что вы недостаточно разумное и рациональное существо, чтобы знать, в чём состоят ваши истинные интересы. Я это знаю лучше. Это вот традиционный… Но приставка либертарианский эту ситуацию переворачивает. Он не переворачивает, он её дополняет и модифицирует. Он говорит, что в отличие от старого патернализма, новый патернализм в качестве нормативного идеала исходит из ваших собственных предпочтений. Если вам нравится, я не знаю, пить или курить, я не буду посягать на эти ваши вкусы. Просто я допускаю, если вы недостаточно рациональное существо, что вы можете перебирать с этим делом и делать самой себе хуже. Чтобы вы не делали самой себе хуже, я буду какими-то методами так модифицировать ваше поведение, чтобы вы достигали более высокого уровня благосостояния, более высокого уровня удовлетворения. То есть я не берусь подкладывать вместо вашей структуры предпочтений свою структуру предпочтений. Нет. Для меня нормативный идеал – это ваша структура предпочтений. То, что вы сами считаете для себя лучше и хуже, но просто вы в этом стремлении к лучше иногда можете промахиваться. А я вам буду помогать, чтобы вы в ваших собственных глазах, не в глазах какого-то там, я не знаю, религиозного проповедника, а в ваших собственных глазах вы улучшали своё благосостояние, свой общий уровень счастья, довольства жизнью и так далее. И я, когда буду так поступать, для меня отправной точкой будет ваша субъективная структура предпочтений. Я буду заботиться о вас, исходя из не неких внешних критериев, а исходя из ваших собственных представлений. Ну, мне кажется, здесь есть какая-то проблема. Нет. Я договорю. И либертарианский что означает? Это означает, что я как-то на вас воздействую с тем, чтобы вы улучшали своё собственное благосостояние в ваших собственных глазах, но при этом я не ограничиваю ваш выбор. Вы остаётесь такой же свободный, как до моего воздействия. Но поэтому слово либертарианский. То есть я, с одной стороны, забочусь о вас, я действую в вашем же собственном благо, в ваших собственных интересах, но, с другой стороны, я ничего вам не запрещаю. Я оставляю за вами свободу выбора, и поэтому в этом смысле это другая, гораздо более мягкая форма воздействия на поведение людей. Опять-таки, я приведу пример другой, тоже абсолютно хрестоматийный, супер-супер-супер известный, и тоже из книги Таллера и Санстейна. Они иллюстрируют идею либертарианского патернализма на следующем примере. Значит, вот есть директор некого кафетерия в какой-то фирме. Он знает, что поведение многих людей зависит от контекста. Если я сначала ставлю первыми здоровые блюда, например, фрукты, то большинство людей берёт фрукты. Если я ставлю сначала вот стойки сладости, например, пирожные, люди начинают набирать нездоровую пищу. Значит, они рассуждают так. Ну, как бы я ни расставил эти самые здоровые и нездоровые продукты, всё равно я окажу воздействие на поведение людей. Если я поставлю впереди фрукты, большинство людей будет брать их. Если я поставлю пирожные, то есть никуда от патернализма, никуда от наджа, от подталкивания я деться не могу. Я бы мог куда-то деться, если бы я знал истинные предпочтения потребителей. Но, исходя из результатов анализа самих экономистов-бихвеористов, у людей нет структурированных предпочтений, раз их выбор зависит от контекста. Вот кажется, я вот об этом и говорила, что, по-моему, здесь есть какая-то проблема. Если вы помогаете мне приблизиться к некой идеализированной рациональной версии меня, то как вы можете знать, в чём состоит эта, собственно, моя идеальная рациональная версия? И как это можно посчитать ещё? То есть, если я получу какое-то благо, как мы это определим? Ну, считать, это мы уж слишком сильно загнули, мы чего попроще будем отвечать. Значит, сам директор кафетерия знает, что питаться нездоровой пищей – это плохо, а питаться фруктами – это хорошо для здоровья людей. Допустим. Поэтому, если он ведёт себя в соответствии с предписаниями либертарианского патронизма, а он знает, что он так или иначе будет воздействовать на их выбор, то он предпочитает сначала поставить фрукты, а потом сладости. И благодаря этому он достигает гораздо более высокого уровня блага, он удовлетворяет истинные предпочтения тех людей, которые слабы и подвержены влиянию контекста. Они рассуждают так. Представим себе, что есть люди рациональные, чей выбор не зависит от контекста. В какой бы последовательности мы не поставили бы фрукты и пирожные, они выбирают то, что они хотят. И есть люди, которые зависят от контекста, их поведение нерационально. По отношению к этим людям мы сначала ставим фрукты, их благосостояние возрастает, и поэтому мы не ограничиваем выбор. Люди остаются такими же свободными, как они были. Те, кто рациональные, как выбирали то, что им больше нравится, так они и продолжают выбирать. А те, кто нерациональные и зависят от контекста, они начинают выбирать более здоровую пищу. Соответственно, мы достигаем роста общего благосостояния, не ограничивая ничью свободу выбора. Мы оказываемся в лучшем из миров. Но это вот то, я не говорю, что я с этим согласен, я говорю о том, как они рассуждают, и как вслед за ними рассуждают множество людей, и как вслед за ними рассуждают политики, которые пытаются следовать рекомендациям поведенческих экономистов, и их советы воплощают в некоторые политические действия. Но при этом есть обратная сторона, это прилавки супермаркетов, где на выходе у кассы на уровне детских глаз всегда будут шоколадки, чтобы дети их хотели. Ну, с точки зрения поведенческих экономистов, это неправильное поведение, потому что эти, получается, магазины, которые так располагают нездоровую пищу, они эксплуатируют. Ну, пользуются-то они именно этим. Да, да, вот с точки зрения поведенческих экономистов – это просто скандал, неправильно, и с этим надо бороться. Когда я сказал… Вот я привёл такой идеализированный пример, когда свобода выбора вообще ничем не ограничивается, ну, просто замечательно. Но это не значит, что поведенческие экономисты всегда и во всех случаях ограничиваются только такими мягкими формами воздействия. Если с их точки зрения соблазн слишком велик, если степень нерациональности поведения зашкаливает, то они отказываются от своей либертарианской составляющей и возвращаются к такому твёрдокаменному патернализму. Например? Например, одна американская философ, кажется, по фамилии Конли, она в своей книге «Против автономии», ну, само по себе говорящие названия… Пугающая. Ну, почему пугающая, нормальная, мы же за благосостояние людей, а ни за что не будь, чего ж пугаться-то? Вот, значит, она предлагает запретить сигареты вообще, просто чтобы их не было, запретить трансжиры, чтобы их не было, обязать рестораны давать все блюда в очень маленьких порциях, не давать людям гигантских порций. Если человек недостаточно сберегает, например, на старость, просто физически заставлять его отчислять больше денег на старость. Если люди склонны залезать в долги, ограничить их и не давать им залезать в долги больше определённого уровня. То есть, вполне такие, ну, здесь мягкое подталкивание заменяется тычками и пинками во всю мощь. То есть, это очень такой вот постепенный переход, но просто я хотел сказать, что хотя на концептуальном уровне поведенческие экономисты резко противопоставляют новый патернализм старому, когда уже доходят до очень сложных проблем, они об этом забывают и начинают также твёрдокаменно придерживаться сильнодействующих средств. И здесь я всё равно вернусь к своему вопросу, выгоды для государства, ну, то есть, государство, оно делает реально то, что лучше для благосостояния или то, что ему выгоднее сделать, дешевле, скажем так. Ну, вот как вы ставите вопрос. Вот не верите в добрые намерения-то государства. Не верю. А вот на самом деле экономическая-то теория, а уж поведенческие экономисты из этого исходят, как из аксиомы. Конечно же, те люди, которые находятся у власти и которые формулируют политику, они заботятся о благосостоянии общества, они заботятся о благосостоянии людей. И если кто-то подсказывает им некие формы вмешательства, которые, ну, сделают жизнь людей лучше, очень важно, в их собственных глазах. Лучше не с точки зрения стороннего наблюдателя, с точки зрения самого человека. Когда он это испытает, это улучшение, и его спросить, он скажет, да, конечно, это вы меня правильно подтолкнули-то. Я вот добился более высокого, благодаря вам, уровня благосостояния. Поэтому, значит, государство это делает, по крайней мере, в теории, исходя из некоторых идеальных представлений и устремлений. Но, надо сказать, что институт государства, он по природе своей экспансионистский. Он всегда, ну, нельзя быть политиком, нельзя принадлежать государству и не хотеть расширить ореол своего вмешательства в своей власти. Это некая такая встроенная черта института государства. Но есть формы вмешательства государства, которые не имеют под собой концептуальной основы, они просто отражают инстинкты людей, стоящих власти. А есть формы вмешательства, под которыми лежит концептуальная основа. Ну, вот я всегда привожу такой пример, что одно дело заниматься дефицитным финансированием в докенсианскую эпоху просто потому, что, ну, вот так хочется государственным деятелям, и совершенно другое – заниматься дефицитным финансированием, потому что высокая наука говорит, что это правильно. Когда у той или иной формы государственного вмешательства, той или иной формы интервенции возникает концептуальная основа, поле вмешательства расширяется. И так же произошло с поведенческой экономикой. Она предоставила концептуальное обоснование многим формам государственного вмешательства, которые раньше государство применяло, но без какого-либо оправдания. И выработала новые формы вмешательства, которые связаны вот как раз с этим либертарианским патернализмом. Я готов, если вы не зададите мне вопрос и не направите меня в другое, более рациональное русло, то я тогда перейду, проиллюстрирую одну из таких просто-таки успешных форм государственного вмешательства, которые впрямую базируются на рекомендациях Ричарда Таллера. А мы хотели прерваться на небольшую, так сказать, рекламную паузу и посмотреть фрагмент мультфильма «Как изменится потребление в будущем», который мы делали в рамках проекта «Краткая история будущего» с Яндекс.Кью. И после этого мы сразу вернёмся и начнём с этого примера. С вашей стороны это очень рационально. Спасибо. Зачем мы потребляем? Чтобы удовлетворять разные потребности. Древнейший вид потребления базовый. Для выживания человеку необходима еда, вода, сон и безопасность. До середины 20 века такой вид потребления был основным и единственным для большинства людей. В любом обществе и сейчас есть люди, чьи базовые потребности не удовлетворяются. Но большинство уже не борется за выживание, а стремится к комфорту. Поэтому в современном мире основным является функциональное потребление. Этот вид потребления стал главным двигателем прогресса. Люди захотели есть изысканную и разнообразную пищу, обитать круглый год при комфортной температуре, жить дольше и качественнее. Для этого было необходимо изобретать и производить новые предметы. Они могут не только делать жизнь комфортнее, но и являться источником информации для окружающих. Например, о социальном классе владельца. Такой вид потребления называется демонстративным. Человек покупает то, что подтверждает его статус. Демонстративное потребление характерно для обществ со строгой социальной иерархией. В современном обществе более распространен другой вид потребления. Символический. Когда человек тратит время на созерцание знаков. С одной стороны это, например, чтение книг или просмотр кино. С другой – демонстрация атрибутов определенного образа жизни или приверженности к определенной идеологии. Главным мотивом потребления может быть идея. Предположим, человек не ест мясо из-за сочувствия к животным. В таком случае покупка растительной пищи является идейным потреблением. Идея – это мощный мотив, но он может возникнуть только тогда, когда удовлетворены базовые потребности человека. Поэтому такой тип потребления характерен для обществ с высоким уровнем жизни. Потребление может быть ориентировано на эмоции и впечатления самого человека, например, путешествия или посещение выставок не ради фото в социальных сетях, а для получения нового опыта и эмоций. В любом обществе сосуществуют разные типы потребления, но некоторые доминируют. Преобладание того или иного вида потребления определяется многими факторами – состоянием и типом экономики, уровнем жизни основных социальных групп, культурными институтами и практиками. Чем опасно сверхпотребление? Нормы потребления относительны. В свободном обществе каждый сам вправе решать, сколько он может и хочет потреблять. Во все времена были люди, которые обладали большими возможностями в силу материального и социального положения. Таких людей было мало, но уже тогда они потребляли неразумно. Появление массового производства и повышение общего уровня жизни на Земле все изменили. Теперь людей, у которых есть возможность потреблять сверхмеры, стало намного больше. Сверхпотребление провоцирует перепроизводство, а это оказывает негативное влияние на окружающую среду. Как модная индустрия влияет на экологию? Модная индустрия – один из главных загрязнителей планеты. Каждый год производители одежды выпускают не менее двух миллиардов джинсов. Для производства одной пары используется около семи тысяч литров воды. Среднестатистический человек выпивает такой объем за шесть лет. При этом объемы производства одежды значительно превышают спрос покупателей. Примерно треть всех товаров никогда не продастся, а половину будут использовать менее года. Производство текстильной продукции негативно влияет на климат и усугубляет глобальное потепление. Эта отрасль ежегодно выделяет около 1,2 миллиарда тонн парниковых газов. Чем больше мы производим и потребляем, тем больше мусора появляется на планете. Каждый год из-за производства одежды и обуви образуется более 90 миллионов тонн мусора. При этом около 10% мусора – это одежда, которую не купили. Эти вещи сразу отправились на мусорные полигоны из магазинов. Но главная мусорная проблема – конечно пластик. Почти 80% всего пластикового мусора не перерабатывается. Этот пластик попадает на мусорные полигоны, а в худших случаях – в окружающую среду, где будет разлагаться еще сотни лет. Поэтому потребление одноразовых пластиковых предметов наносит серьезный вред планете. А ведь в большинстве случаев эти предметы можно заменить многоразовыми аналогами. Это снова рубка постнауки. Сегодня мы с доктором экономических наук Ростиславом Капелюшниковым говорим о поведенческой экономике. Вы хотели привести нам пример? Да, я приведу пример, но я приведу пример в связке с конкретными поведенческими аномалиями, на преодоление которых эта политика направлена. Потому что я боюсь, что наш разговор получился как бы без оснований. Мы только сказали, что этих поведенческих аномалий сейчас насчитывается несколько сотен, и не привели ни одного конкретного примера. Ну, вот первый конкретный пример. Поведенческие экономисты говорят, что люди бывают в разных эмоциональных биологических состояниях, горячих и холодных. Ну, горячее состояние, понятно, эйфория, гнев, приступ ненависти и так далее. И холодные состояния, спокойного размышления, рассудительность и так далее. Так вот, одна из поведенческих аномалий состоит в том, что те решения, которые принимают люди, находясь в горячем состоянии, они потом о них сожалеют, перейдя в холодное состояние. То есть, де-факто получается, что в каждом человеке живут два «я». Одно эмоциональное, импульсивное, и другое рассудительное, спокойное. И сначала решение принимает в некоторых ситуациях вот это вот горячее эмоциональное «я», а когда время идёт, и человек приходит в холодное биологическое состояние, он думает, что же я натворил-то? Зачем же я это сделал? То есть, получается, что если, согласно канонической теории, у каждого человека есть одна функция полезности, подобно тому, как у него есть один нос или один желудок, то поведенческая экономика говорит, что на самом деле в любом человеке таятся несколько, множественное «я». Например, в данном конкретном примере одно «я» холодное и рассудительное, и другое эмоциональное, импульсивное, безрассудное. Ну, например, человек приходит в салон автомобилей, он залезает в какой-то дорогущий автомобиль, он дышит там с запахом кожи, он вообще любуется тем, как устроена эта машина, и он, махнув рукой, её покупает. А потом он думает, батюшки, что же я натворил? Да я ж по кредиту никогда не расплачусь за эту машину. То есть, он принимает нерациональное решение, находясь в одном состоянии, а потом сожалеет и хотел бы пересмотреть его, когда приходит в холодное состояние. Значит, у нас есть два «я», у каждого есть своя шкала предпочтений. Когда право решения переходит к, например, нерациональному, эмоциональному «я», оно принимает дурацкие решения, за которые потом расплачивается наше спокойное, рассудительное, рассудочное «я». Но при этом решение-то вполне рациональное с точки зрения этого… Этого! Но мы же говорим о том, что если решение одно принято, а потом оно пересматривается, де-факто у человека существуют две противоречащие друг другу шкалы поведения. Значит, его поведение становится непоследовательным, оно становится неупорядоченным и в этом смысле нерациональным. Значит, я пообещал, что я перейду к формам политики. Как можно бороться с этим? Ну, в принципе, это придумано задолго до поведенческих экономистов. Но они эти формы вмешательства одобряют периодами охлаждения. Периоды охлаждения могут быть как ex ante, то есть до принятия решения, так и ex post, после принятия решения. Например, вы безумно влюбились и побежали в ЗАГС. Вас же сразу не распишут. Вам же дадут период охлаждения, чтобы вдруг, если вы находитесь в такой ажитации, вы могли бы спокойным взглядом посмотреть на свое решение, и если вы поймете, что вы погорячились, его пересмотреть. Это пример периода охлаждения ex ante. Период охлаждения ex post. Вы купили тот же самый, вот этот самый дорогущий автомобиль, который, ну, просто наворочен и, ну, просто Lamborghini какая-то. Вот. Вы пришли в себя, и вы решили от этого решения отказаться. Закон предоставляет потребителям некоторый срок, когда они могут вернуть купленную вещь с полным или почти полным возмещением платы. Это период охлаждения. То есть, получается, что закон это учитывает. Теперь я приведу пример другой аномалии и пример другой формы вмешательства, которая позволяет эту, как бы позволяет эту аномалию преодолеть. И это, ну, это фишка Ричарда Таллера. Значит, есть едва ли не самая знаменитая поведенческая аномалия, которая называется «Избегание потерь» или «Аверсия к потере». Эта аномалия предполагает, что мы по-разному оцениваем наши потери и наши приобретения. И согласно исследованиям Таллера и Тверски, соотношение между ними два к одному. То есть, каждый доллар, который вы потеряли, потратили, вы оцениваете в два раза больше, чем тот доллар, дополнительный, который вы получили. Вот такая есть поведенческая асимметрия. И что это означает? А ведь огромное множество решений, которые мы принимаем, в том числе инвестиционных и сберегательных, они построены на том, что мы сегодня тратим нечто, мы чего-то лишаемся сегодня, ради получения чего-то завтра. Мифического чего-то. Нет, реального, реального. Например, вы, и это я сейчас покажу, вы, например, отказываетесь от потребления, вносите деньги на свой сберегательный пенсионный счет для того, чтобы получить значительно большую сумму денег по этому счету, когда достигнете пожилого возраста. Значит, та сумма, которую вы можете в результате получить, может быть намного больше, чем то, чего нужно вам сейчас лишиться и внести на этот счет. Но если текущие потери оцениваются гораздо выше, чем будущее приобретение, вы откажетесь от подобного рода действий, даже когда они с рациональной точки зрения страшно выгодны, полезны и вам же самим принесут пользу. Вам самой будет лучше от этого решения, но благодаря тому, что у вас существует аверсия, неприязнь к потерям, вы отказываетесь, потому что вам потерять, я не знаю, сто долларов сейчас, это ну, просто ну, совсем не в моготу. Какое бы, какой бы выигрыш это не сулило в будущем. И вот как раз на примере пенсионных сберегательных счетов и строится главный рекомендательный пример Ричарда Талера. Значит, в США существует такой специальный вид пенсионных сберегательных счетов, который называется 401k, на который, если вы внесете сейчас сумму, то с вас с этой суммой не возьмут подоходного налога. И более того, ваш работодатель еще добавит от себя какую-то сумму. Это выгодная вещь. И благодаря тому, что существует вот эта неприязнь к потерям или в другом, или это можно связать с другой аномалией, с ошибкой статус-кво, люди отказываются это делать. Значит, в принципе, существует два возможных варианта внесения денег на этот сберегательный счет. Первое. У вас работодатель взял на работу. Вы пишете ему заявление с просьбой открыть этот счет, и с вашей зарплаты начинают туда перечисляться деньги. Либо это опция по умолчанию, либо это, либо другая опция по умолчанию, когда вас приняли на работу, и с вашей заработной платой автоматически начинают делать перечисления на этот сберегательный пенсионный счет. И если вы не хотите этого делать, то вы пишете заявление, и перечисления прекращаются. Значит, по умолчанию есть два варианта. Строго говоря, они абсолютно идентичны. Но, оказывается, и это показывают многие исследования, что если по умолчанию принимается вариант, когда вы должны писать заявление, то в подобной программе участвует гораздо меньше людей, чем при автоматическом зачислении в эту программу. Ну, в общем, дело в том, что мы всегда выбираем вариант по умолчанию, каким бы он ни был, ну, большинство. Да, это и есть ошибка статус-кво. Мы выбираем то, что нам кто-то предложил. Мы как бы, ну… Экономим энергию. Ну, мы просто… Не хотим добивать. …дурака валяем. Значит, понятно, что с точки зрения рационального человека, рационального индивида, его решение не должно зависеть от того, какой вариант вам предоставляется по умолчанию. И в том и в другом случае, либо он захочет участвовать в программе, либо не захочет. Значит, поэтому приложение Ричарда Тайлера, вот после того, как это было, максимально пропагандировать, чтобы максимум компаний принимали по умолчанию опцию автоматического заключения, автоматического включения работников в эту программу. Понятно. Значит, та же самая ситуация, что с кафетерием. Рациональные индивиды, независимо от того, что им предложат по умолчанию, они либо будут участвовать в этой программе, либо не будут. А те, которые нерациональны, которые принимают то, что им даются по умолчанию, не задумываясь, они в том случае, если им предложить вариант автоматического зачисления, они, то есть, и действительно данные показывают, что в США доля людей, которые стали участвовать в этом плане 401К со сберегательными пенсионными счетами, резко вырос после того, как большинство компаний перешло к варианту с автоматическим зачислением людей в программу. То есть, получается, что нерациональным это поможет, а рациональным людям это не помешает. Именно в этом состоит и принцип либертарианского патернализма. По отношению к нерациональным людям мы проявляем патернализм, по отношению к рациональным людям мы ничего не проявляем, мы сохраняем для них свободу выбора. Значит, вот это считается, что едва ли не самая успешная политическая идея, которая исходит от поведенческой экономики. Ну, извините, а вот мы говорим, что эти идеи находят широкое применение в государственном управлении, где-то в бизнесе, а можем ли мы предположить, как дальше эти идеи будут распространяться, станут ли они основой государственных политик по всему миру? Или сложно сказать? Ну, конечно, об этом сказать сложно, но я хочу отметить, что если мы предположим, что это будет идти по экспоненте, то есть вмешательство государства в экономику и в частную жизнь людей по модели поведенческой экономики будет шириться и распространяться, то вообще это грозит нам тем, что современные государства благосостояния превратятся в государство патерналиста, в такие, которые будут относиться к взрослым дееспособным гражданам, как к детям, то есть будет вести себя по отношению к ним как нянька. То есть, в принципе, такой сценарий чреват инфантилизацией общества. И здесь есть порочный круг. Чем больше люди начинают себя вести инфантильно, тем больше оснований о них печься и их подталкивать с помощью политики Наджи к правильным решениям. Чем больше решений Наджи, тем более инфантильно начинают себя вести люди. Это вот такой сценарий. Но альтернатива, получается, это всё равно штрафы и дотации. Штрафы и дотации, так что ли? Почему? Есть ещё одна альтернатива – не вмешиваться. Не вмешиваться. Не вмешиваться. Да. Это вот как бы… Это альтернатива классического либерализма, что объём государственного вмешательства… Государственного, которое не вмешивается. …должен быть очень-очень скромным. Вот. Но, ещё раз повторяю, в принципе, стремление к экспансии, оно заложено, это врождённое свойство института государства. Вот. Поэтому… Кажется… А поведенческая экономика, она раскрыла новые просторы для государственных интервенций. И обратите внимание, если раньше от экономической теории могли идти какие-то рекомендации и обоснования для государства в тех случаях, когда поведение одного человека негативно воздействует на благосостояние других людей, и это ограничивалось только этими случаями, то сейчас, благодаря поведенческим экономистам, государству советуют вмешиваться даже тогда, когда интересы третьих лиц поведением человека никак не затрагиваются. Он просто делает хуже самому себе. И для того, чтобы его остановить, чтобы он сам себе не наносил вред, государство должно вмешаться. И по лекалам поведенческой экономики сделать решение этого человека из нерациональных рациональными, позаботиться о нём, печься о нём и вообще относиться к нему как к несмышлённому дитя. Ну, в общем, история довольно опасно звучит это. Ну, история звучит опасно, но я это предположил как возможный вариант. Я не знаю, как дальше пойдёт дело. Возможно, что популярность поведенческих идей, она уже прошла свой пик. Я не могу. Это тоже только предположение. Но я вам могу сказать о некоторых моментах, которые, ну, в общем, подрывают и эмпирическую основу политики Наджа и её результативность. Это интересно будет услышать. Ну, буквально в этом году произошёл скандал с одним из лидеров поведенческой экономики, одним из самых известных поведенческих экономистов американских, Дэном Ариэле. Значит, у него была работа, на которую активно ссылались, в общем, ну, он вообще известнейший человек. Значит, эта работа была посвящена проблеме честности. На базе данных одной страховой фирмы он выяснил, что, когда человек страхуется, он пишет также декларацию о том, что он сообщает истинные, правильные, честные сведения. Значит, он установил, что если эта декларация заполняется после того, как человек дал о себе информацию, то эта информация оказывается менее честной, менее правдивой, чем если он сначала заполняет декларацию, я буду говорить правду и только правду, и потом уже пишет сведения о себе. Так вот, буквально в этом году другие исследователи поймали его за руку и установили, что эти его данные были целиком сфабрикованы. То есть, человек, который хотел учить нас честности, он сам там что-то подфинтил, подрисовал для того, чтобы получить некий результат, который позволил бы опубликовать его статью в топовом журнале. Ну, это вот заход с другой стороны. Я вам говорил об эффекте неприятия потерь, о аверсии к потерям. Это считается самый твёрдо установленный в поединческой экономике эффект, в этом эффекте сомневаться нельзя. Так обзоры последнего времени показывают, что на самом деле это не так. Что в зависимости от ситуации иногда люди оценивают одинаково и доллар, который они теряют, и доллар, который они приобретают. Иногда они, наоборот, выше оценивают приобретение, чем потери. Ну, а в некоторых случаях действительно они оценивают больше, выше ставят потери, чем приобретение. То есть, никакого этого эффекта, а это считался эффект, ну, в нём никто не может сомневаться. И единственное, что действительно твёрдо установлено, что если ваши потери очень огромные, то тогда действительно вы оцениваете единицу потерь, для вас она представляет гораздо большее, я не знаю, психологическое напряжение, чем если вы приобретаете такую же огромную сумму. Но я должен сказать, что этот эффект, он абсолютно следует из модели рационального экономического поведения. Потому что рациональное экономическое поведение строится на законе убывающей предельной полезности. И если ваши ресурсы, ваше богатство уменьшилось в половину, естественно, что последний доллар, который вы будете получать в этом состоянии, он будет для вас представлять гораздо большую ценность, чем если бы вам добавили такое же богатство. Ну, грубо говоря, для человека, который обладает миллионным состоянием, один дополнительный доллар имеет гораздо меньшую ценность, чем для человека, чьё состояние составляет сто долларов. Поэтому это абсолютно рационально. И с этой точки зрения, то есть и эмпирический фундамент поведенческой экономики, он так и стал потихонечку шататься. Ну и последнее, что я скажу, а какова результативность политики НАДЖА? Дело в том, что, в принципе, мы можем оценивать результаты этой политики по двум совершенно разным массивам данных. Можно смотреть, а вот результаты лабораторных испытаний, экспериментов, вот что они показывают. И, поскольку сейчас уже существуют государственные структуры, которые проводят, осуществляют программы политику НАДЖА, можно посмотреть, каким результатом приводят они. Так вот, сравнительный анализ показывает, что результаты, которые следуют из академических исследований, из лабораторных экспериментов, эффект политики НАДЖА оказывается в 6 раз больше, чем тот эффект, который получается в полевых условиях, когда государственные какие-то органы действительно по широкому массиву людей пытаются это сделать. Следует помнить, что подавляют, ну, я не знаю, 90-95 процентов испытуемых в лабораторных экспериментах, которые проводят, проводили экономисты, представители поведенческой экономики, это кто? Это студенты западных университетов. Значит, есть исследования, которые показывают, что бедные люди гораздо меньше отклоняются от рационального поведения, чем, во-первых, и бедные, и представители развивающихся, жители развивающихся стран ведут себя гораздо ближе вот к этому самому хомоэкономиксу, к которому стремятся в нормативном смысле также поведенческие экономисты. Так пирамида Маслова, вот так вот пирамида Маслова играет злую шутку. Пирамида Маслова – это недоразумение, но я об этом сейчас говорить не буду. Это нечто противоположное подходу экономической теории, потому что пирамида Маслова, она предполагает лексикографическое расположение потребностей. Она исключает трейд-оффы между различными видами ваших потребностей, ваших удовлетворений. Грубо говоря, согласно пирамиде Маслова, я понимаю, что я угрубляю. Человек никогда не займётся сексом, пока он не наестся. А это не так. Вот. Ну и последняя вот история, как бы, почему может быть позиции поведенческой экономики не в академическом мире, а в мире политики они стали, так сказать, менее твёрдыми и надежными. Я уже ссылался на то исследование, значит, и насколько же, какой процент людей перестаёт вести себя нерационально, перестаёт вести себя аномально после вмешательства государственных органов, которые проводят те или иные меры патерналистской политики надже, один и четыре десятых процентных пункта. То есть, если, допустим, у нас 30 процентов – это люди, которые подвержены поведенческим аномалиям, то их число уменьшается до 28,6 процента. Поскольку на эти меры всё-таки тратятся сотни миллионов долларов, возникает вопрос – а стоит ли овчинка выделки? Ну, послушайте, ведь это даже результат в пределах погрешности, результат ли это вообще? Ну, там знающие люди сидят, которые это оценивают, которые проводят мета-анализ, да, это надёжный результат. И это последнее, что я хочу сказать по поводу отношения к нормативной, к политической программе либертарианского патернализма, поведенческой экономики, что в принципе до сих пор, насколько мне известно, нигде, никогда не проводилось cost-benefit analysis. То есть, затраты на поведенческие программы никогда не сравнивались с тем эффектом, который они дают. Вот, поэтому по разным основаниям, как мне кажется, сейчас для поведенческой экономики, по крайней мере в нормативном, в политическом пространстве, не в академическом, не самые лучшие времена. Вполне возможно, что всё-таки пик популярности, она прошла. И тогда, если это так, то тот вот почти апокалиптический сценарий, который я рисовал, когда все люди превратятся в инфантилов, а государство будет такая всеобщая нянька, ну, наверное, всё-таки мы до этого не доживём. Ну, а что же происходит тогда в академической среде? Понимаете, тот пример… Понимаете? Не могу не спросить. Понимаете, это же гигантская индустрия. Так просто не свернётся. Тысячи людей пишут учебники, публикуют статьи, проводят эксперименты и так далее. Вот этот скандал Сариэли, ну, он, наверное, что-то там пошатнёт. Ну, наверное, больше будет исследований, которые пытаются реплицировать те результаты, которые получены в той или иной статье. То есть повторить. Значит, я должен сказать, что в этом смысле даже сейчас всё обстоит не очень благополучно. Если мы говорим о психологических исследованиях, то там реплицируется только 35% результатов, опубликованных в научных статьях. Поведенческие экономисты говорят, что у нас результаты гораздо лучше. В тех статьях, которые опубликованы в топовых экономических журналах, реплицируется примерно 60% тех эффектов, которые описываются в соответствующих исследованиях. Ну, для меня 60% тоже это не очень много, но я могу быть неправ. А главное, что, конечно же, учитывая, что существует несколько сотен различных поведенческих аномалий, руки до репликации доходят в очень скромном числе случаев. В очень скромном числе случаев. Поэтому, с одной стороны, поведенческая экономика, она позволила взглянуть на поведение людей совершенно в новом свете. Она накопила огромный эмпирический материал, где люди ведут себя не так, как предсказывает модель рационального выбора, но в то же время и к ее эмпирическому фундаменту, и уж тем более к ее нормативным рекомендациям надо относиться с осторожностью, с граном соли, так сказать. Хорошо, нам пора переходить к вопросам из чата, но прежде, чем мы это сделаем, мы не можем не сказать, что сегодня были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по экономике 2021 года. Имя стали Дэвид Карт, Джошуа Энгрист и Гвида Имбинс. Карт получил награду за его эмпирический вклад в изучение экономики труда, а Энгрист и Имбинс за вклад в анализ причинно-следственных связей. Можете ли вы два слова, хотя я понимаю, что это очень-очень сложно сказать об этих работах, но поскольку это произошло сегодня, мы не могли промолчать. Ну, я вам сказал в самом начале, что благодаря поведенческой экономике экономическая теория стала экспериментальной. Вот те исследователи, которые сегодня получили Нобелевскую премию, это как бы другая ветвь превращения экономической теории в экспериментальную науку. Они разработали методы, благодаря которым можно устанавливать не просто корреляционные связи между различными экономическими феноменами, а причинно-следственные связи. Собственно, это отражено в решении Нобелевского комитета. Они разработали такие методы, благодаря которым мы, обнаружив некую связь между А и Б, можем сказать, это не просто корреляция, а А вызывает Б. Б есть следствие А. И вот за такое проникновение причинно-следственных, за проникновение в экономическую методов, которые позволяют идентифицировать такие причинные связи. Этим людям и была присуждена Нобелевская премия. Ну, если говорить… Опять-таки, вы меня остановите, если я буду говорить слишком долго. Значит, есть такие ситуации в жизни, которые по своей структуре почти идентичны структуре сознательно сконструированных экспериментов. Так. Они называются естественные эксперименты. Вот такого рода ситуации. И вот эти исследователи как раз… Не они одни, конечно, это мощное движение. Они привлекли внимание к ситуациям, которые подпадают под рубрику естественных экспериментов. И в рамках этих ситуаций удается находить причинные, не просто корреляционные, а причинные связи между событием А и событием Б, чего… Ну, среди прочего, для этого ими были разработаны новые эконометрические методы. Я не хочу вас сушить названием разность в разностях, прерывные регрессии, метод инструментирования. Это вот, как бы, они одни из первопроходцев и главных продвигателей этих методов. Сегодня, без использования этих методов, если вы не опубликуете статью ни в одном экономическом журнале. То есть, это вот такой мощный инструментарий, который во многом благодаря этим людям попал в руки экономистов, и теперь это, ну, как бы, золотой стандарт в эмпирических исследованиях. Я могу либо привести конкретный пример, как работает логика естественных экспериментов в исследованиях этих людей, либо мы можем обратиться к вопросам… Это как вы сочтете… Ну, хотелось бы услышать пример. Хорошо. Ну, вот, я колеблюсь между двумя возможными примерами. Что вас больше интересует – отдача от образования, экономическая отдача, или к чему приводит введение государством минимума заработной платы, как это отражается на заработках низкоквалифицированных рабочих. Что вам больше хочется? Так, второе, честно скажу, мне совершенно даже и непонятно стало. Вдруг я как-то не обработала это в голове. Очень просто, по крайней мере, я поясню. Если вы вводите высокую минимальную заработную плату, то работники с низкой производительностью становятся неинтересны в глазах работодателей, потому что они не окупают ту заработную плату, которую работодатель по закону должен им платить. Поэтому введение высокого минимума заработной платы, так гласит экономическая теория, должно ввести к падению занятости среди низкоквалифицированных работников. Значит, вот один из новых лауреатов, Денис Карт, вместе со своим автором Крюгером показали очень известным исследованием, то есть, что это не так. Вот они эмпирически показали, они не объясняли, почему это не так. Они сказали, а это вот не так. Используя условия естественного эксперимента. Так про что рассказывать? Про это поподробнее или всё-таки про отдачу на… Про это давайте. Про это. Значит, они взяли два соседних штата, Пенсильванию и Нью-Джерси. Я не помню, в каком из них в определённый момент был повышен порог минимальной заработной платы. В одном штате он был повышен, а в другом не был. Значит, обычно, когда экономисты сталкивались с такой ситуацией и хотели оценить влияние повышения минимума заработной платы на занятость низкоквалифицированных рабочих. Ведь время-то идёт. Значит, повысили зарплату, а, допустим, мы берём данные о занятости через год. За этот год много чего произошло, помимо повышения минимальной заработной платы. Выделить чистый эффект повышения минимума зарплаты очень трудно. Какие бы вы огромные массивы переменных не включали в свои уравнения, вы всё равно с высокой степенью вероятности не отыщите вот этот чистый причинный, вот это ключевое слово, причинный эффект повышения минимума заработной платы. Поэтому они поступили так. Они, значит, один штат у нас, где повысили минимум зарплаты, другой штат, где не повысили. Эти оба штата, они рядом расположены, поэтому можно предполагать, что какие-то внешние воздействия на них, они носили одинаковый характер и для того, и для другого штата. Например, переход в другую фазу экономического цикла, допустим. Они одинаково повлияли на экономику как Нью-Джерси, так и Пенсильвании. Поэтому мы сравниваем прирост заработной платы, я уж не помню, допустим, в Пенсильвании, где не поднималась заработная плата, с приростом заработной платы в Нью-Джерси, где минимум повышался. Мы вычитаем из второй величины первую, и мы по существу, это условия естественного эксперимента. У нас есть две группы. Контрольная – это тот штат, где не повышалась заработная плата. И группа воздействия – это тот штат, где заработная плата была повышена. Сравнив динамику заработной платы, в данном случае речь шла о работниках фастфуда, то есть малоквалифицированных работников, мы можем установить не просто корреляцию с чем-то, и потом гадать, а что есть причина помимо корреляции. А мы можем выделить чистый причинный эффект решения, в данном случае властей штата, я не помню, допустим, Нью-Джерси повысила, а Пенсильвания нет. Значит, понятно, да? То есть, у нас реальная жизнь, структура реальной жизни начинает напоминать условия эксперимента. В эксперименте мы точно так же взяли бы контрольную группу случайным образом и группу воздействия случайным образом. Потом, после того, как мы оказали бы воздействие на вторую группу, мы сравнили бы, как интересующая нас характеристика изменилась в контрольной группе и как она изменилась в группе воздействия. И из сравнения этих изменений во второй группе и в первой мы бы получили представление о том, какой причинный чистый эффект оказало наше воздействие на поведение людей. Я понятно объяснял? Вполне. Вот. То есть, вот, а значит, пожалуйста, если там будет мало вопросов, я потом могу рассказать другое исследование, в котором участвовал другой Нобелевский лауреат, когда была точно так же оценена, точно так же был оценен причинный эффект образования на заработке людей. Я думаю, что сейчас мы все-таки перейдем к вопросам, но надеюсь, что стало понятнее. Ну, если вы захотите в конце вернуться к этому, то… За что сегодня дали на Нобелевское время? Да, и прежде всего за методы анализа. Без этих методов анализа сейчас невозможно никакое серьезное исследование. Вот это важно иметь в виду. То есть, эти люди снабдили экономистов такими орудиями, которые сейчас любой экономист должен владеть, если он рассчитывает провести какое-то серьезное исследование. – Спасибо большое. А к вопросам от зрителей, вот такой вопрос, который, мне кажется, не один раз прозвучал на самом деле. Исследования в основном в Америке проводятся. Не отличается ли их, видимо, американцев поведение от граждан других стран, например, русских? – Значит, первое. Исследования проводятся не только в Америке. Исследования проводятся по всему миру. Это раз. Что касается поведения русских граждан, я честно признаюсь, что я не знаю эту литературу, но из тех каких-то осколков информации, которые у меня сидят в голове, я думаю, что оно в данном случае не отличается. И было бы странно, если бы оно отличалось, потому что как на Западе, так и у нас основными участниками поведенческих экспериментов являются студенты вузов. – Хорошо. Вот еще у нас есть вопрос, задает его Сергей Русских. А насколько будет целесообразно отстранить экономистов от управления сознанием, но в каких областях это пойдет на пользу человечеству? Вот такой смысл вопроса. Где лучше не вмешиваться? – Ну, я вам… Понимаете, этот вопрос провоцирует меня на новую тему. Потому что поведенческая экономика – это не единственное направление анализа, которое работает с нерациональными формами поведения людей. Но это другое направление, оно в меньшей степени относится к экономике и в большей степени к психологии. Лидером этого направления является очень известный немецкий психолог Герт Гегеренцер. там точно так же обнаруживается то, что люди очень часто ведут себя неоптимально, они прибегают к разного рода упрощенным правилам, из-за чего не достигают наилучших результатов. Но в отличие от поведенческих экономистов, люди, принадлежащие к этой школе, не считают, что люди необучаемы. Один из важнейших постулатов поведенческой экономики состоит не только в том, что люди делают ошибки, не только в том, что они делают предсказуемые систематические ошибки, но то, что они необучаемые. Их нельзя научить вести себя так, чтобы не повторять этих ошибок. Так вот эта школа, которая связана с именем Гегеренцера, она считает, что это не так. Что на самом деле люди, они в значительной мере нерациональные, но они потенциально рациональные существа. И их можно в значительной степени научить не делать таких ошибок. И другое различие между этими школами состоит в том, что в поведенческой экономике поведенческий экономист, он стоит над испытуемыми. Испытуемые в значительных части – это нерациональные существа. А он-то знает истину, он знает, как правильно, и может их подталкивать. То есть он, так сказать, это такой элитарный подход, как сказала одна исследовательница, что поведенческая экономика, она обеспечивает ее представителям массаж их исследовательского, профессионального эго. И белое пальто. А для школы Гегеренцера характерен эгалитаристский подход. И испытуемые, и те, кто проводят эксперименты, они в одинаковом положении. Кроме того, в поведенческой экономике ведь там вот это неравенство статусов между исследователем и испытуемым, – оно воспроизводится дальше. Государство начинает мыслиться, как абсолютно рациональное существо, которое способно нерациональных, простых, обычных людей подталкивать в том направлении, чтобы им самим становилось лучше, согласно их собственным представлениям и предпочтениям. Я не понял, я ответил на этот вопрос, на ваш вопрос или нет? – Мне кажется, да. Вопрос, по-моему, был, стоит ли отстранить от управления? – А, ну, как вам сказать, это зависит от ценностных представлений каждого из нас. Я надеюсь, что из моего изложения мою позицию вы поняли. – Спасибо. Следующий вопрос такой, про поведенческие стратегии к бизнес-плану банка, насколько я помню. Можете привести пример? – Нет, я пример привести не могу, потому что я знаю это в пересказе, причём таком полуанекдотическом, просто мой знакомый экономист в Петербурге во время одной конференции, где я рассказывал о поведенческой экономике, он сказал, что сейчас без поведенческой экономики, без политики наджа не проходит ни один бизнес-план, что вот это такой бантик, который нужно сажать везде для того, чтобы заказчик у тебя взял план. – Так, у нас тут есть такой опасный вопрос, который звучит так. Насколько рациональность отвечает на вопрос, что убивать плохо? Чем плоха смерть ради искусства, например? Излишне опасный экстрим или вот рационален ли вообще институт смерти? – Значит, ответ на этот вопрос с точки зрения экономики, экономической теории будет такой, что он задан не по адресу. Это вопрос о рациональности целей, которые преследуют люди. А поведенческая, ну и вообще экономическая теория имеет дело только со средствами. Хорошо. И я ведь сказал, что поведение хоть человека, который страдает от пристрастия к наркотикам, к алкоголю, оно может быть, оно будет расцениваться как рациональное, если оно внутренне непротиворечиво. Точно так же человек, который начитался Фрейда и стремится к смерти, если его поведение в этом стремлении будет внутренне непротиворечивым, согласованным, то оно будет признано рациональным. А если нет, то тогда поведенческие экономисты скажут, нет, вы в своем стремлении что-то там нерациональность какую-то проявляете. – Надеемся, что мы ответили на ваш вопрос, уважаемый зритель. И я перейду к следующему вопросу. Как вы относитесь к либерализации экономики? Действительно ли чрезмерное государственное регулирование приводит к замедлению экономического роста или даже к кризисам? Я отношусь к экспансии государства в экономику, с точки зрения его вмешательства в экономику и в частную жизнь людей, плохо. Я здесь придерживаюсь позиции, которую замечательно, на мой взгляд, выразил лауреат Нобелевской премии, между прочим, замечательный американский экономист Рональд Коус. Его стали спрашивать, а вот, как бы, ну вот, где оптимальная эта черта вмешательства государства в экономику? Он ответил так, понимаете, когда я вижу человека, который весит 120 килограмм, я не говорю, не буду говорить ему, вы должны похудеть до 60, я просто скажу ему, вы должны начать худеть, вы должны вместо вот этой постоянной экспансии, что мы наблюдаем, ну, ну, наверное, 20, ну, лет 25-30 последних, а в принципе наблюдали весь 20-й век, вот. Но ещё раз повторяю, это как бы, ну, это представление, это благое пожелание, если вы меня спросите, а возможно ли это, я вам отвечу, что при нынешнем состоянии умов это невозможно, и что экспансия государства будет продолжаться, чему мы являемся свидетелями во время пандемии, что интервенции государства остались на месте или даже уменьшились, а не выросли так, как вообще никому и в страшном сне не могло присниться. И очень быстро при этом. Хорошо, у нас есть ещё один провокационный вопрос от Михаила. Насколько человек рационален при выборе партии при голосовании? Можно ли из этого судить о реальном проценте выбора и так далее? Значит, я посоветовал бы вам прочитать книгу Каплана, она переведена на русский язык, которая называется «Рациональная иррациональность». Если говорить о поведении людей в области политики, то если мы обращаемся к самим поведенческим экономистам, то там имплицитно предполагается, что люди в политической сфере ведут себя более рационально, чем в других сферах жизни. Потому что, а иначе что ж доверять-то политику над же вышестоящим начальником. Но на самом деле и здравый смысл, и исследования показывают, что политическая сфера – это сфера концентрации нерациональностей и иррациональностей. Ну вот я на этом, наверное, закончу свой ответ на этот вопрос. – Хорошо. Так, следующий вопрос такой. «А зачем приближать хуманов к иконам, если иррациональность системная, и использовать её всё равно удобно?» – Этот вопрос вы должны переадресовать поведенческим экономистам. Я на этот вопрос ответить не в состоянии. Ещё раз повторяю, что мои симпатии находятся на стороне школы Герда Гегеренсера, который признаёт, что люди очень часто пользуются приблизительными такими правилами, которые не дают наилучшего результата, но в условиях неопределённости, в условиях неизвестной среды эти приблизительные правила, как их называют в соответствующей литературе эвристики дают лучшие результаты, чем оптимизационные процедуры. – И вот ещё один вопрос, я думаю, что финальный мы зададим. Задает его Клоп Коммунист. Слышал о том, что поведенческая экономика не имеет проработанной теории, а представляет из себя лишь совокупность интересных экспериментов и не более. – Так ли это? – Это и так, и не так, потому что действительно никакой такой общей теории нерационального поведения не существует. Это, скорее, набор таких вот частных кейсов интересных наблюдений. И главное, что поведенческие экономисты не испытывают большой потребности в построении теории. С другой стороны, некоторые поведенческие экономисты различают в психике человека систему 1 и систему 2. Первая система – она интуитивная, быстрая, автоматическая, когда мы действуем на автопилоте. и другая – размышлительная, счётная, логичная, то есть, понятно. И, исходя из предположений о существовании двух таких систем, они пытаются обобщить опыт бихвеорийских исследований. То есть, это можно считать некой общей теорией, хотя я не буду… ну, у нас нет времени говорить об этом выделении системы 1 и системы 2. На самом деле, всё это не очень, видимо, серьёзно. Но, с другой стороны, про систематичность поведенческой экономики можно сказать так. Вот представим себе стандартную модель рационального выбора в виде, ну, некого робота. Так. Чем занимается поведенческая экономика? Вот у робота есть, допустим, сочленение где-то здесь. Оно жёсткое. Поведенческая экономика берёт и его развинчивает. Вот оно развинчивает. То есть, робот остаётся тем же самым формально, но его разные элементы, они развинчиваются. И, собственно, поведенческие экономисты, они вводят в эту модель дефект, разные дефекты. Чем больше дефектов внёс тот или иной исследователь, тем как бы нерациональное поведение агента. Значит, если же это, возвращаясь к вашей давней реплике относительно нерационального и иррационального, на самом деле никто терминологически это жёстко не различает, а я сейчас попробую различить. Значит, вот вы вносите эти самые вот дефекты и там, и сям. После того, как вы внесли в это существо столько дефектов, что его поведение становится для вас непонятным и непредсказуемым, вот это переход от нерациональности к иррациональности. Иррациональность – это некая тёмная зона, где мы вообще перестаём понимать поведение человека. Потому что при всех тех дефектах, которые вносят поведенческие экономисты в модель человека, мы всё равно понимаем, как это происходит. То есть, получается, что слово «иррациональность» здесь неприменимо? Оно применимо, с моей точки зрения, к вот этому крайнему случаю. А ко всем остальным промежуточным случаям применимо слово «нерациональность». Но ведь мы просто исходили из того, что все вот эти реакции, они всё равно предсказуемы. Мы вот это проговариваем. Значит, можно развинтить настолько? Мы брали и развинчивали одно сочленение. А вот представьте себе, что оно, что этих самых развинчиваний произошло такое множество, что вообще поведение стало непонятно каким. Конечно, это только теоретическая возможность. Но именно поэтому я бы избегал термина «иррациональность» при разговоре на этой теме, ограничивавшись более таким мягким. Нерациональное поведение. Нерациональное в данной точке. Нерациональное в данном моменте. Нерациональное по данному пункту, а не нерациональное вообще. Спасибо большое. И на этот раз уже действительно финальный наш традиционный вопрос. Вы уже упоминали Библии, скажем так, поведенческой экономики. Что еще можно почитать на эту тему, чтобы лучше в ней разобраться? Может быть, какие-то уже более современные статьи? Нет, ну, я не могу сейчас назвать конкретные названия, но и книги Таллера и Санстейна переводились на русский язык, и бестселлер Каннемана переведен на русский язык. «Думай медленно, решай быстро», это название дано русскими переводчиками. Если говорить об экономической литературе, то если вы откроете любой солидный российский журнал, вы обнаружите там в течение года, обязательно будет опубликовано там, я не знаю, если не десяток, то около десятка статей по поведенческой экономике. И в российских вузах сейчас есть обязательно подразделения по поведенческой экономике и в МГУ, и в высшей школе экономики. И, в общем, если вы начнете интересоваться этим, вы достаточно быстро накопаете необходимую литературу. Спасибо большое, что были с нами сегодня, что рассказали нам, мне кажется, вообще все от и до поведенческой экономики. И, кроме того, дали небольшой экскурс в Нобелевскую премию. Ну, на здоровье, всем успехов, читайте, интересуйтесь, но с осторожностью относитесь к поведенческой экономике. Ну, а нашим зрителям я хочу сказать, что завтра в это же время вас ждут новости нейронаук с Вячеславом Дубыниным. А в пятницу мы отдельно поговорим об итогах Нобелевской премии, и это будет такой уже полноценный эфир. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok